В рабочем графике Александры Пономарёвой всё расписано по минутам. Педагог-организатор школы номер 29, руководитель секции футбола и баскетбола, арбитр FIFA Российского футбольного союза, а ещё репетитор по математике для старшеклассников успевает делать всю свою работу и уделять время семье. Ежедневно расписано всё по секундам. Полностью навигация, куда дети, куда я, куда муж. То есть у нас прям всё спланировано буквально по минутам, по секундам. И вот чтобы было свободное время, нет. Если есть свободное время, то мы тоже обязательно его чем-нибудь займём. К такому ритму жизни Александре Пономарёвой не привыкать. Уже в детстве у неё не было ни одной свободной минуты на что-либо, кроме учёбы и спорта. Химчанка-выпускница местной спортшколы Олимпийского резерва по баскетболу, кандидат в мастера спорта. Вступив во взрослую жизнь, девушка связала свою карьеру со спортом в сфере образования. Как результат, Александра Пономарёва становилась педагогом года и лучшим учителем физической культуры на протяжении нескольких лет. Жизнь вообще всегда связана со спортом. С самого детства у нас в семье прививалась любовь к абсолютно любому виду спорта. С футболом связан мой дед, мой ждиозка Александр, мой папа, мой брат. Соответственно, папа в свободное от основной работы время раньше ещё занимался тренерством, то есть тренировал детскую команду. Брат, кстати, играл за Химки в своё время тоже. Соответственно, после принятия решения об окончании баскетбольной карьеры было предложено поиграть для себя в футбол. Собственно, отчего и не отказалась и пошла играть за женскую команду на том стадионе, где тренировал мой отец. Вот. И, собственно, в течение этого года, пока я играла в любительской футбольной лиге, меня нашёл мой муж на футбольном поле и сказал, что играть мне не нужно в футбол, мне нужно его судить. Выдал мне свисток и спустя год я уже начала обслуживать детский матч. Сегодня Александра Пономарёва является уже арбитром Российского футбольного союза. Судьёй международной категории принимал участие в европейских кубках и в различных российских соревнованиях, например, в Кубке Легенд. Сегодня это основной упор – это матчи Суперлиги. Женская Суперлига. Сейчас женский футбол активно развивается. Отдыха нет. Каждые выходные мы заняты на матчах, на вылетах или это где-то рядышком. Поэтому работы много. Сейчас я готовлюсь к сборам, которые проводит Российский футбольный союз для судей Суперлиги. В своей профессиональной карьере Александра Пономарёва не раз слышала критику в свой адрес. Но химчанка уверена, что если бы у неё была возможность заново прожить свою жизнь, она бы ничего не стала менять. И сейчас мы слышим вот эти крики с трибун уже десятилетней давности. Иди варить борщи! Да, причём кричали, это мамаша. Вот, нет, варить я не люблю, готовить я не умею. Для меня предназначение – это найти себя, приносить пользу обществу, создать свою ячейку общества с максимально возможным количеством последователей своих детей, внуков, правнуков и так далее. На данный момент я могу честно сказать, что я счастлива, потому что у меня есть всё, что мне нужно. У меня есть моя большая семья, есть много увлечений, которые мне приносят это счастье, удовольствие и люди, которые меня окружают. То есть вот, наверное, сейчас тот период, когда я вообще наиболее счастлива в своей жизни.